Знания на грани фола Педагоги и психологи уверяют, такие низкие показатели вина не детей, а государства. Проходя через унизительные обыски на шпаргалке, вспомогательную технику, запугивание на случай несдачи, дети себя чувствуют не учениками, а контрабандистами. Такой стресс сказывается на результатах незамедлительно. А судьи кто? Учитывая ту степень коррумпированности, которая в стране, особенно это касалось раньше вузов, насколько будет объективная оценка? Поэтому действительно общественные советы, которые предлагались из людей, которым у общества есть доверие, которые принципиальные, которые с года в год доказывают это, Вот если они будут в этих советах, если они будут участвовать и отслеживать все эти моменты, то тогда порядок будет. Сама система сдачи ЕНТ критиковалась уже неоднократно. Не раз после неудачно сданного экзамена выпускники накладывали на себя руки. Однако со временем становится понятно, дальше будет только больше. Из абитуриентов, сдавших экзамены на государственном языке, не прошли ЕНТ 2908 человек, на русском 975. Те, кто уже студенты, с ужасом вспоминают сдачу тестов и теперь призывают государство отказаться от экзамена на грани нервного срыва. Думаю, что следовало бы отменить сдачу ЕНТ, так как это не совсем благоприятно сказывается на психике учеников и на самооценке. Что будет дальше, вопрос. Государство получает не столько образованных детей, сколько зубрилок неврастейников, а это будущее страны, в которой Назарбаев и компания не смотрят с оптимизмом. И это, похоже, всех устраивает, в том числе главу государства. Педагоги переживают, что после таких опытов над детьми разбросанные камни придется собирать очень долго.